Добрый день, уважаемые коллеги. Нас часто спрашивают издательство. Мы предоставляем услуги по разворачиванию своей версии, доработанной от JS, как на сервера заказчика, так и предлагаем разместиться у нас на платформе либо в составе нашей коллекции журналов, либо отдельной установкой. Нас часто спрашивают, почему мы используем вторую версию от JS. Сейчас я постараюсь по-быстрому рассказать, почему не третья, но с учетом того, что я буду сравнивать нашу доработанную версию с третьей голой версией. Конечно, с прямыми руками и достаточным временем финансирования третью тоже можно будет сделать хорошо. Итак, OGS-2 начал развиваться с 2005 года. До этого был OGS-1, я в глаза его, конечно, не видел. Мы под Эгидой Эковектора начали работать с вторым OGS-ом в начале 2014-го. Мы с Юрием Ивановичем отдельно в рамках ИП работали с OGS-ом еще с конца 2012-го года. Так, в 2016-м году осенью, ну в августе, вышла OGS-3. Она была полностью нефункциональна. В 2017-м году через год вышла OGS-3.1. Она уже стала напоминать что-то хорошее, с ней можно было работать. Где-то к версии 3.1.2 она прямо стала нормальной. Но это, опять же, OGS делается мировой общественностью, в первую очередь канадцами и американцами. И они делают их с оглядкой на Запад. Даже не на Европу, а конкретно на Запад, на Америку. Это не мешает использовать всему миру Open Journal Systems, даже без доработок. Но есть определенные вещи, которые нужны в СНГ, России, в славянском мире. Давайте рассмотрим конкретнее. Первое, что никогда не будет в официальном OGS-е, это антиплагиат, проверка заимствований. Не будет интеграции с ринцом. Это, соответственно, импорт в ринц и экспорт из ринца. Спин-офф, как у нас реализовано, что в профилях авторов есть спин-коды, вы можете перейти по спин-коду непосредственно на страницу автора в e-library. Живосайт. У нас реализована онлайн-поддержка авторов, читателей, редакторов через сервис Живосайт. Никогда не будет Юкассы, бывшая Яндекс.Касса, Робокасса, Сберкасса, всего остального. У них есть оплата вручную, есть PayPal. Весь мир пользуется PayPal. В России PayPal не пользуются, потому что юридическим лицам только недавно разрешили регистрироваться в PayPal. Online First, как реализовано у нас, вот рассказывал мой коллега Юрий Иванович, и припринтов тоже в OGS встроенным не будет. Online First, потому что можно создать выпуск с названием «Принято в печать» и публиковать там статьи. А по поводу припринтов, у них просто, они недавно запустили отдельную платформу Open Preprint Systems, где вот можете поставить или у стороннего человека опубликовать свой припринт. Основным отличием для читателя OGS3 будет новый дизайн. Дизайн базовый второй OGS, вот этот вот зелененький фон, который был изначально, да и все темы, он, честно, ужасен. Здесь стало красиво. Они ограничили ширину окна в первую очередь, ну, соответственно, упростили шапку. Ширина окна, ну, на мой взгляд, узковата. Дальше будет просто видно. Это главная страница. Если у вас несколько журналов, то вы попадаете на платформе, то вы попадаете сначала на главную страницу, где вы можете выбрать журнал, в который хотите перейти. Переходим в журнал и видим, что обложка на весь экран. У меня очень большой монитор 3К. Это, соответственно, полтора монитора с разрешением 2К. Это обложка, которую, ну, просто я загрузил. Ну, вот два журнала. Журнал Digital Diagnostics мы обновили до версии 3, забрали его со своей платформы второй версии и обновили до последней версии 3.3.06, которая вышла 19 апреля. С определенными доработками, о которых я потом расскажу, ну, соответственно, чтобы наши изменения хотя бы в структуре вас данных принесли в версию. А вот журнал ортопедии и травматологии я создавал заново. Просто взял обложку первую попавшуюся, разместил, она оказалась очень большой. И она занимает весь экран. Ну, небольшая, но не доработка. Заходим, прошли страницу с информацией журнала, заходим в страницу выпуска. Тут все достаточно красиво, обложка, название, но вот весь выпуск. Одна PDF-ка, ни описание, ничего. Зачем столько пустого места? Это вот мои придирки к дизайну. Страница статьи. Страница статьи выглядит хорошо. Правда, честно, хорошо. Она отструктурирована, все нормально. Но если посмотреть на страницу статьи, это полный скриншот страницы статьи. Это простыня. Ну, в принципе, это нормально, но, на мой взгляд, неудобно. У нас в нашей версии реализовано вкладочками. Это один экран нашей версии, где вы можете вывести всю информацию. Это один экран версии 3. И тут нет полного текста в режиме HTML. Это только аннотация, статистика, список литературы и ссылающиеся. Похожие статьи автора. Появилась мобильная верстка. Мобильная верстка – это тоже простыня, в которой все блоки… Ну, OGS как выглядит? У нее есть боковые панели, левая, правая, и центральная часть. В третьей версии они убрали левую боковую панель, осталась только правая боковая панель. Правая боковая панель в случае мобильной верстки уходит вниз. Уходит под все содержание информации о статье. У нас правая боковая панель становится просто выдвижной. И самое интересное, что мы видим, зайдя на страницу статьи с мобильного телефона. Вот это… тут 11 экранов. Это середина… у меня даже система не сделала скриншот. Оно кончается на середине списка литературы. Знаете, где находится переключение языка? Вот… ну вот в районе дверцы, наверное, если смотреть на экране, это еще надо просто… Вот человек… иностранец заходит на сайт, по умолчанию сайт открывается на том языке, на котором настроен журнал. Соответственно, для русского сайта он будет… Для русского журнала, в первую очередь, в базовый OGS у нас это переделано, зависит от локации в мире, откуда заходит пользователь. Но в базовый OGS он заходит на русский сайт. Ему хочется посмотреть метаданные английской статьи. Ему надо на телефоне мотнуть в самый низ, дождаться, когда это… У нас язык переключается в шаг. Это по поводу дизайна читателя. Итак, что исчезло в третьей OGS? В первую очередь, что мы сразу видим, исчезли категории журналов. Это не актуально для сайтов, у которых есть один журнал, 10 журналов по разной тематике. Но у нас на сайте около 120 журналов. И они разбиты по категориям. Категории журналов больше нет. Также умерли… Ну, они практически убили дополнительные файлы. Это вот три дополнительных файла, три картинки, которые есть у статьи. Соответственно, это рисунки. У рисунков есть метаданные, названия. Их можно, если сравнить с нашей версией, их можно просмотреть на странице статьи. В третьей версии у них нет практически ничего. Можно дать допфайлу название, но вы его нигде не увидите. Также в третьей версии они убрали Citation Markup Assistant. Это спорная вещь. Не все им пользуются. Но он очень хорошо помогает распознавать списки литературы и приводить их к правильному порядку. Особенно если его починить. В базовую JS второй, когда мы начали ей заниматься, он уже не работал, потому что поменялись протоколы. Когда я его починил, это прямо вау. Очень хорошая вещь. И исчезла поисковая система Люцина, основанная на поисковом книжке Solar. Это семантический поиск. Это прям как Яндекс или Гугл поиск по аннотациям. У нас это еще поиск по полным текстам. Он позволяет искать с учетом разного написания слов и даже с учетом грамматических ошибок. В третьей версии этого нет. Очень странно было видеть абсолютно другую страницу редакции. Теперь редакция — это просто чистый текст. Очень много журналов, опять же, размещают страницу редакции голым текстом на двух языках. Но, на мой взгляд, это несколько неправильно. Во второй OGS редакция собирается из профилей пользователей. Либо пользователи регистрируются сами, либо ответственный секретарь журнала регистрирует редакцию, заводит им профили, размещает фотографии, заносит всю необходимую информацию на двух языках. И, зайдя на страницу редакции, человек может кликнуть по FIO члена редакции, откроется страничка, посмотреть его профиль. Голым текстом, конечно, можно. Можно создать много статических страниц для каждого члена редколлегии, привязать эти страницы к странице редакции, восстановить то же самое, но, на мой взгляд, неудобно. Очень странный момент. Прошло 2021 год на дворе, а страница контактов в OGS в третьем все еще одноязычная. У контактов может быть двуязычным, триязычным только название организации. Очень странно. У нас как бы все нормально, в зависимости всегда разная страница контактов. Нововведение третьей OGS. В третьем OGS они добавили модуль Fandref. Это кросс-рефовская система, которая позволяет хранить информацию о спонсирующих организациях. Соответственно, у каждой спонсирующей организации есть свой идентификатор, есть при вводе названия организации у вас попадает выпадающий список с названием организации. Предполагаемым названием организации вы можете его выбрать, автоматически вставится идентификатор этой организации, и потом при экспорте в кросс-реф в метаданных будет ссылка на спонсора и будет номер гранта или соглашения, если вы его заполните, по которому вы получили финансирование для своей публикации. У нас тоже очень давно реализован модуль Fandref. У нас есть даже российская база организации. Она набрана из тех данных, которые вводили пользователи до этого, но она как бы есть. Точно так же есть официальная кросс-реф, пандрефовская база на английском языке. Они добавили метрику Plunks, мы тоже добавили метрику Plunks лет, наверное, ну года 4 или 5 назад. Вот модуль CitedBy, о котором недавно рассказывали. У них он тоже появился в 3.0.js, но он просто счетчик. У нас, как и в Elpub, выдаются ссылки на статьи с возможностью перехода по Doin. Эти статьи. Появился модуль статистики PiperBus, который показывает статистику просмотра скачивания гранок. Это PDF-гранки, либо если вы размещаете HTML-гранки, он покажет вам статистику по дням, месяцам, когда может. У нас этого нет, он как бы стоит в плане, но надо ли его реализовывать, я не знаю, потому что есть ALM-метрика, которая выглядит точно так же, показывает ту же самую статистику. Появился модуль связи Authenticate. Это кроссрефовский сервис проверки цитирования, аналогичный нашему антиплагиату, но, соответственно, он для латиницы, скажем так, англоязычных статей. Не только англоязычных статей, он у нас запланирован, у нас уже заключен договор на разработку этого модуля, в этом году появится. Тут я говорил о том, что мы будем говорить о базовом OGS3, но сделал небольшую ремарку. Я не рассматриваю модули, которые можно записать самостоятельно или найти не в официальном репозитории. У OGS, у ПКП есть официальные репозитории плагинов, которые вы можете прямо из OGS установить, и они должны работать. Плагина Pablonz там нет, но в последнее время мы много общаемся с Pablonz. Паблонz сам выпустил плагин и для второй версии OGS, и для третьей версии OGS. Плагин для второй версии OGS мне пришлось дописывать. Во-первых, мы расширили его функционал, во-вторых, он не очень хорошо работал. Отправлял просто не все данные, которые можно отправить в Pablonz. Соответственно, отправка рецензий авторами Pablonz в третьем OGS у вас будет. Pablonz вам сам скинет ссылку на этот плагин, когда вы заключите с ними договор. Поэтому считаем, что это встроено в третий OGS. У нас, кроме отправки рецензий авторами, не авторами, а рецензентами, конечно, рецензию за рецензентом может отправить ответственный секретарь или главный редактор. Также у нас имеется выгрузка статистики по Pablonz по поводу статьи на странице статьи. И до апреля у нас работал модуль Reviewer Recognition, или нет, Reviewer Connect. Он назывался Reviewer Connect. После этого в апреле они его закрыли и стали продвигать Webuts Science и Reviewer Locator. Пока API для него они не предоставили. Введем переписку, но будем надеяться, что просто Reviewer Connect заменится на Reviewer Locator. Чего нету в третьем OGS? Ну, что есть у нас. Нету модуля альтметрики. Альтметрика, ну, это тоже метрика. Альтметрика очень хорошо работает по социальным сетям. Социальным сетям, новостям и всему остальному. Сайт AdBuy работает по своей базе публикаций. Dimensions тоже нету в третьем OGS. Ну, в принципе, это несложно сделать самостоятельно. Dimensions работает по, опять же, работает по кросс-рефовской базе. Немножечко работает по, не помню сейчас, не назову какой базе. PlumX работает по Менделею, Скопусу, Кросс-рефу. Немножко работает с Фейсбуком. Альтметрикс заявляет, что он работает совсем, включая какие-то новостные агентства. Google, Twitter, ВКонтакте. Все. Он платный. У нас очень давно реализована альтметрика, но ни один журнал еще не заключил договор с альтметрикой, потому что она стоит 750 евро в год. Стоила три года назад 750 евро в год. В ARFI, например, альтметрика есть. Если вам интересно, вы можете посмотреть в ARFI, как она работает. Можно было бы еще сделать автоматический индекс цитирования Саймака. У нас он появится в ближайшем обновлении. Чего нет, но очень нужно, очень бы хотелось. И да, это обязательно для российских журналов. Это многоязычный, не только двуязычный, треязычный. На скольких языках у вас журнал, на стольких языках у вас могут быть списки литературы. У нас они для журнала хотите включать в себе многоязычные списки литературы, хотите используйте один список литературы. Соответственно, и работают они несколько по-разному. Если есть английский и русский список литературы, в CrossRef уходит английский список литературы, в RINC уходит русский список литературы, чтобы ни на кого не напрягать, не проводить последующие постобработки. У нас достаточно интересная функция есть для авторов, справочник авторов. Он работает по спину, по орсиду, по фио. Вы вводите фио при подаче рукописи, нажимаете найти по фио, и он вам выдает список авторов с такими же либо фио, либо спином, либо орсидом. Которые уже были опубликованы на нашей платформе. Это актуально, правда. 120 журналов у нас уже под 100 тысяч статей на платформе, и авторов очень много. Периодически мы поднимаем вопрос по поводу интеграции этого справочника с Ринцем. Потому что в артикулбусе есть идентификация авторов, оно построено на том же принципе. Если бы мы смогли получать от Ринца эту информацию, было бы просто замечательно. В третьем UGS нету Crossmark. Crossmark это сервис, который позволяет отслеживать версии статей. Соответственно, если у вас вышла статья, и потом вышли какие-то изменения на эту статью, произошла ретракция статьи, исправление, она была отозвана, ретрагирована, то страница этой статьи уже может быть неактуальна. И на странице статьи есть кнопочка Check for Updates, и она вам покажет, если документ верный, все зелененькое, все хорошо. Если документ был изменен, вышло официальное исправление ошибок или сообщение о ретракции, то тут будет либо красное, либо желтое со ссылкой либо на исправленную версию, либо на сообщение о исправлении ретракции. Это на странице статьи. У нас в нашей UGS есть еще, кроме страницы статьи, надо размещать эту кнопочку в PDF. У нас реализована автоматическая вставка этой ссылки и кнопки в PDF и в гранке выпуска, которую вы загружаете, с записью метаданных. Метаданных Dublin Core, которые берутся из Crossref, их еще можно записать в PDF, чтобы PDF была полнее. Кстати, по поводу ретракции, у нас есть еще в системе ретракции. Вы нажимаете на кнопочку «Ретрагировать статью», вносите причину ретрагирования, дату ретрагирования, и на странице статьи написано, что статья ретрагирована. С такой-то, такой-то причиной, с такой-то, такой-то датой. Можете еще указать в будущем, если выйдет печатный выпуск с сообщением о ретракции, у вас будет ссылка о том, что сообщение от ретракции находится по этому адресу. На рубеже где-то 3.1.4 версии OGS они наконец-то сделали многоязычных авторов и пользователей. Раньше можно было вводить только на одном языке. Первое, что мы сделали, установив у себя OGS, это сделали возможность вводить FIO-авторов на нескольких языках, как минимум русский и английский. Мы все знаем о том, что метаданные статьи без английского языка никому не нужны. Итак, они ввели многоязычные FIO. Они работают, несколько интересно работают. Вот, например, на скриншоте. Это скриншот подачи рукописи. Я ввел имя на русском языке, не ввел фамилию на русском языке и ввел фамилию на английском языке. Думал, ну вот, проверить. И мне система сказала о том, что вы не можете ввести фамилию, пока не ввели имя. Ну, ладно, допустим, вводим имя, фамилию на одном языке, вводим имя на втором языке, не вводим фамилию, все хорошо. То есть имя без фамилии надо, фамилии без имени не надо. Вопрос по поводу того, надо ли вводить данные на всех языках. В третьем OGS вводить данные надо только на том языке, на котором вы подаете статью. Соответственно, вы выбрали язык подачи рукописи русский, вы вводите только русские данные. Выбрали язык подачи рукописи английский, вводите, обязательно вводите только русские данные. Остальные данные вы можете ввести по желанию. Вот у нас журнал Digital Diagnostics создается и принимает статьи на трех языках. Русский, английский, китайский. Можно заполнить три языка. На мой взгляд, это неправильно. У нас система работает несколько иначе. Вам надо обязательно ввести данные на том языке, на котором вы подаете статью, и на английском. Соответственно, если вы подаете статью на английском, вам обязательно надо ввести только на английском. Ну, потому что всем нужны английские метаданные. Без этого все будет работать плохо. Еще затрону на этом слайде один такой вопрос интересный. Перевод третьего OGS на русский язык. Перевод второго OGS на русский язык был выполнен болгарами, и его пришлось полностью переписывать. Третий OGS переведен достаточно хорошо. Есть некоторые версии, вот в 3.3.0.6, некоторые вещи не переведены. Чуть-чуть неправильного перевода, но перевод очень, перевод юридически верный. Вот страна Российской Федерации. Да, мы все живем в Российской Федерации, но мы называем ее Россия. А теперь интересный момент. Знаете такую страну Венесуэла? Такой страны нет. У нас пришла статья с автором из Венесуэлы. Мы пытались найти в списке стран Венесуэлы, ее нет. Есть Боливарианская республика Венесуэла. Я узнал об этом, вот исключительно залез в файл, когда залез в файл локализации и посмотрел, что Венесуэла есть, но на русском она называется Боливарианская республика Венесуэла. И если вводить Венесуэла, чтобы он автоматически перешел, он не перейдет. На английском она называется Венесуэла, запятая, Боливарианская республика. Ну, в общем, республика. Перевод третьего жеста тоже надо править. Следующий вопрос, который появляется при изменении ФИО. Пропало отчество. Если на предыдущей странице можно посмотреть о том, что вот имя, это поле называется фамилия, это не имя, это given name. И given name это, ну, как бы имя и фамилия, или для арабов это еще очень много. Ну, в общем, у каждого по-разному. Да, это несколько удобно, потому что метаданные, во все базы данных передается фамилия и given name. Но визуально, вот у нас, например, есть краткая запись ФИО авторов под названием статьи. Это фамилия, имя, отчество, инициалы, имени и отчество. И полная запись. Это полное имя, сокращенное отчество, на русском полное отчество и фамилия. Если у вас есть given name, вы никак не реализуете. Если у вас есть фамилия, имя, отчество, вы можете, ну, язык программирования, код сокращает, где надо, имя, где надо, сокращает отчество и выводит фамилию. Где надо, полным текстом пишет. В случае given name можно, конечно, что-нибудь придумать. Автоматически разбирать на имя и отчество, сокращать их, но будут ошибки. В третьем UGS, как и во втором UGS, все еще полные тексты в режиме HTML размещаются как гранки. Гранки, ну, как PDF, это гранка, гранкой может все, что угодно, видео может быть гранкой. Это как файл, привязанный к рукописи. Есть страница рукописи с аннотацией авторами, у него есть, к нему привязан файл PDF. В третьем UGS все еще файлы полных текстов размещаются отдельными файлами на отдельной страничке. Это приводит к тому, что у вас страница статьи по полному тексту индексироваться не будет. У нас очень давно полные тексты размещаются непосредственно на странице статьи во вкладочке «Полный текст» и все хорошо. Недавно мы реализовали показ списков литературы по клику на число, ну, на ссылку на список литературы в полном тексте. У нас очень давно работают формулы, в третьем UGS формулы не работают. Миниатюры картинок, картинки мы загружаем допфайлами, кликабельные миниатюры, при клике на картинку, картинка открывается на максимальный размер. Очень большое введение в третьем UGS они сделали JATS. JATS — это Journal Article Tax Suite. Это определенный формат XML-файла, который содержит все метаданные, не только метаданные статьи, но и полный текст статьи. Человек может скачать JATS, открыть его в EndNote, по-моему, EndNote, например, работает с JATS и получит всю статью в удобно читаемом виде. Из JATS можно делать из Word, из PDF, из JATS можно автоматически делать PDF, можно делать HTML. Это очень круто. В третьем UGS есть встроенный редактор XML-файла в формате JATS. Это визуальный редактор, вы можете отредактировать полный текст, заголовок статьи, метаданные, списки литературы. Есть отображение файла в формате JATS с полным текстом, с вкладочками, отдельно картинки, отдельно списки литературы. Все красиво, все хорошо, но он не работает. Я потом расскажу об этом моменте, про не работает. Вот вторая строчка, не очень хорошо видно на скриншоте, но тут перечеркнутый текст. И не помню, короче, текст определенным образом отформатированный. Он не отображается на странице статьи. Тут пустое место. В редакторе не отображается картинка, хотя тут прописан код картинки. В просмотре статьи картинка, слава богу, отображается. И вот этих вот проблем достаточно много. Ну, в общем, без правок JATS не функционален. У нас тоже есть JATS, но у нас JATS работает немножечко по-другому. У нас человек для каждой статьи автоматически генерируется JATS XML, который индексирует поисковики, индексирует Google Шкулер. Или человек может его скачать себе на компьютер и открыть в нужной программе. В третьем UJS есть модуль, позволяющий скачать JATS XML. Если вы выключите просмотровщик JATS XML, вы сможете скачать JATS XML. Если включен просмотрщик, скачать JATS XML нельзя. Очень странно. Так, теперь переходим, закончили практически с интерфейсом читателя, переходим к системе работы. В третьем UJS все еще почта отправляется с одного почтового ящика. Когда у вас один журнал, один почтовый ящик, все нормально. Но если у вас журнала два, у них есть разные почтовые ящики. Надо, чтобы почта отправлялась с разных почтовых ящиков. Вы это не сделаете в третьем UJS. У вас будет так называемый envelope sender, который не работает в наше время. Это вы как бы отправили с одного почтового ящика письмо под именем другого почтового ящика. Ну, это очень криво и неправильно. Зато в третьем UJS они наконец-таки сделали HTML-формат для писем. У нас, соответственно, для каждого журнала можно настроить либо свой почтовый ящик с отправкой через SMTP или отправкой по стандартному протоколу, если там почтовый сервер у нас находится или у вас на сервере, либо использовать общий почтовый ящик для всей системы. Ну и, конечно, очень давно реализованы HTML-письма. Затронем немножечко вопрос SEO. Нам всем надо, чтобы наши журналы очень хорошо индексировались. Для того, чтобы журналы хорошо индексировались, страница статьи или страница журнала должна иметь правильную структуру. В первую очередь она должна иметь правильное название и правильные заголовки. Во втором UJS все было очень плохо. Ну вот совсем плохо. В третьем UJS стало лучше. Заголовки бывают первого, второго, третьего уровня. И главное, чтобы они стояли в правильном порядке. Заголовок первого уровня – это название страницы. Вот название статьи, заголовок первого уровня – название страницы. Дальше идет заголовок второго уровня – это подзаголовок. Аннотация – заголовок второго уровня. Биография авторов – тоже заголовок второго уровня. Это под часть статьи. Список литературы – это тоже часть статьи. А вот метрика скачивания имеет заголовок третьего уровня. Почему-то метрика скачивания стала частью аннотации. Непонятно. Или вот, например, информация о финансировании и похожие статьи этого автора почему-то стали частью информации о лицензии. Это не критично, но это плохо. У статьи есть метаданные. Метаданные записываются в HTML-код, их индексируют роботы точно так же, как просто страницу статьи индексируют метаданные. Есть несколько форматов метаданных, которые мы не видим, но их видят роботы. Есть формат Dublin Core. Это один из основных форматов метаданных. Его, в частности, кстати, вот в PDF Crossmark сшивает. В третьем OGS, он и во втором OGS был, в третьем OGS он есть, но он не полный. Нету, например, FIO авторов на английском языке, есть только на текущем языке. Ключевое слово вообще одно. У нас как бы все нормально. На разных языках все ключевые слова. Стандартный Google Schoeller формат. Все те же самые проблемы. Почему-то только на одном языке. У нас на нескольких языках. Ну вот, например, у них есть еще список литературы в формате Google Schoeller. У нас нет. Ну, как бы надо доделать, не очень сложно. Появился новый формат Open Graph. Я, честно, не знаю, кто использует формат Open Graph, но надо добавить, пусть будет. Есть стандартные теги, абсолютно стандартные теги, которые не относятся никак к научным статьям, но они должны быть. В третьем OGS их нет. У нас есть. Теги в HTML, у них вообще нет тегов. Ни на страницах HTML статьи, ни на страницах PDF. Поэтому индексироваться и страницы полных текстов и PDF будут достаточно плохо. У нас они есть, они зависят от языка PDF. Ну и, соответственно, от языка страницы статьи. Второй очень важный момент по поводу индексации журналов. Тут вопрос в структуре OGS. OGS следует одному правилу. Одна статья, одна страница, один адрес. А вот данные могут быть на нескольких языках. Соответственно, у вас страница статьи в зависимости от языка интерфейса может показывать русские метаданные и английские метаданные. Для поисковых систем, поисковых роботов, это одна страница. И по правилам поисковых роботов, которые работают уже три года, очень сильно изменились поисковые роботы, у одной страницы может быть только одно название. Поэтому, если вы используете базовый OGS, у вас страница статьи проиндексируется только на одном языке. Это будет, соответственно, либо русский язык, либо английский язык. Google Шкулер проиндексирует страницу статьи тоже только на одном языке. У нас для этого сделан небольшой апгрейд, ну, точнее, большой апгрейд системы. У нас у каждой страницы есть возможность указать язык в адресе страницы. Поэтому, по факту, создается для поисковых роботов, создается по факту несколько адресов у одной страницы. И каждый адрес страницы имеет свой язык, тот, который указан в адресе. Для пользователя, для читателя остается все ровно так же. Он может перейти по конкретному адресу, по адресу с указанием конкретного языка, потом переключить язык на другой, и у него все будет хорошо. Но для роботов, роботы смогут индексировать на нескольких языках контент нашей OGS. Так, перескочили мы немножечко. Давайте рассмотрим тоже очень важную часть. Это импорты. Есть два основных... Ну, вот в третьем OGS есть всего три импорта. Это PubMed, CrossRef и DoH. У нас, соответственно, импортов-экспортов гораздо больше. Отдельно Midlines, Copus, Rins. Вот возьмем CrossRef. Первый вопрос, который возникает, а куда делся экспорт выпусков целиком? Мы теперь должны выделять статьи конкретного выпуска, экспортировать их по отдельности. Ну, в общем, неудобно. В структуре экспорта для CrossRef они внесли очень много изменений по сравнению со второй версией, но есть неопределенные вопросы. Ну, во-первых, название статьи почему-то... И аннотация почему-то отправляется для русского журнала на русский. Хотя можно отправлять и на нескольких языках. ФИО авторов они отправляют на всех языках. Мы отправляем пока только на английском, потому что, ну, как бы, гораздо лучше, если будет индексироваться английская версия. Метаданные статьи мы тоже отправляем на английском. По поводу отправки статей, списков литературы статьи в CrossRef. Это вот к вопросу о CitedBy. Третье OGS отправляет необработанные списки литературы в голом виде. Мы, если есть возможность обработать список литературы, его обрабатываем. Например, если можно выделить DOI из конкретной строки, мы отправляем только этот DOI, а не целиком строку из списка литературы. В третьем OGS, как я уже говорил, исчезли допфайлы, поэтому у допфайлов просто не может быть DOI. И хотя остались DOI для файлов гранок, ну, в частности, PDF, они в CrossRef почему-то не отправляются. У нас отправляются все необходимые DOI. Рассмотрим DOI. Просто я сейчас веду переписку с айтишниками DOI. Опять же, исчезла экспорт выпусков целиком. Появился экспорт по API. Но я не рекомендую использовать экспорт по API, потому что данные, отправляемые по API, ограничены. Это не все, что можно отправить с помощью XML. По поводу XML. Интересный момент. Вот как раз мы сейчас общаемся с DOI. Мы заметили, что некоторые статьи в DOI после экспорта в DOI отображаются на русском языке, хотя мы передаем английские метаданные тоже. Выяснилось, что в DOI в зависимости от того, какой язык в XML идет первым, на том языке метаданные статьи и будут отображаться. Соответственно, если первым идет русский, оно будет на русском в DOI, на наш взгляд, не очень правильно. Третье OGS первым ставит тот язык, на котором настроен журнал. Соответственно, для русских журналов это будут метаданные на русском. Поэтому в DOI вы будете видеть русские статьи. У нас отправляются сначала метаданные на английском, поэтому в DOI вы будете видеть данные на английском. Интерфейс подачи рукописи. Интерфейс подачи рукописи стал гораздо проще. У него осталось по факту три шага. Первый шаг – это вы выбираете раздел «Язык статьи», тыкаете галочки «Согласиться с условием подачи рукописи», нажимаете «Далее», переходите на шаг отправки материалов статьи. Тут все красиво. Вы можете выделить на рабочем столе рамочкой несколько файлов, перетащить их в браузер, они сюда загрузятся. Можно указывать тип файла, что это доп.файл, материалы исследования, картинка, таблица или это файл рукописи. Можно даже не указывать. Пусть редакция сама разбирается. Нажимаем «Отправить», переходим на этап ввода метаданных. Как я и говорил, метаданные надо ввести только на том языке, на котором вы подаете статью. По факту вам надо ввести название статьи, аннотации и хотя бы одного автора. Это все делается на одной странице. Это действительно удобно, красиво во втором OGS, даже в нашей модификации OGS. Во-первых, мы добавили дополнительные шаги. Теперь у нас можно подавать текст рукописи на этапе подачи рукописи в формате HTML. Ну и у нас, как и во втором OGS базовом, отдельная страница посвящена подаче информации об авторах. В третьем OGS это удобнее. И я закончу. Очень сильно поменялся интерфейс редактора. Он, с одной стороны, стал гораздо проще, стало гораздо меньше разделов. Но, с другой стороны, он усложнился, потому что они напихали все как можно плотнее на одной странице. Статистика для редакции. Статистика очень красивая. В интерфейсе редактора вы можете посмотреть статистику и по скачиваниям по доступу к статье, и статистику работы редакции. Классно, красиво, отлично, но она недоступна для обычных читателей. Вот во втором OGS можно на информацию о журналах вывести статистику. Система платежей. В третьем OGS она есть, поддерживает PayPal ручную оплату. Два слайда. Но платежей стало меньше. Есть платеж за обработку статьи, можно купить выпуск, статью, подписку и ассоциированное членство. У нас в OGS и даже в базе, мы добавили еще парочку пунктов, но в базовом OGS втором было гораздо больше пунктов. Ну и очень интересный слайд, он посвящен любой версии OGS. Очень много ошибок. Что-то не работает. Официальная версия давно работает. Включаешь какой-то модуль, ошибка. Либо правишь код, либо лезешь в базу данных и вручную выключаешь этот модуль. Вот я понимаю, что это открытое сообщество, open source. Но контроль. Побольше бы контроля и OGS была бы в базовом формате очень хорошей. Спасибо. Я закончу. Максим Дмитриевич, благодарю за выступление. В чате вот есть один вопрос. Я его тогда зачитаю. Вы упомянули, что на платформе 120 журналов. Вы учитываете журналы ран, которые сейчас у других издателей или нет? Ну, журналы ран у других издателей, но год, который мы выпускали журналы ран, они все равно находятся у нас на платформе. Метаданы этих статей там есть, авторы есть, они индексируются, дои там работают. Мы же не удаляли эти журналы с нашей платформы. Поэтому, да, 120 журналов. Ну, еще у нас есть другие платформы. Вот, например, Самарский аэрокосмический университет. Мы их поддерживаем, там тоже наша платформа, там 14 журналов. Можно включить в нашу базу. Я напрямую раньше работал с РУДН, сейчас их консультирую. Там 28 журналов. В принципе, тоже можно включить в нашу базу. Спасибо большое за ответ.